Я вешу где-то 75 Тебе бы надо похудеть, детка По-моему, здесь все нормально, на самом деле Мое тело, мое дело Социальное течение бодипозитив становится все более популярным Оно учит позитивному отношению к своему телу И его тотальному принятию к свободному самовыражению Ну а в противовес женщинам с обложек Все больше людей учатся принимать свое тело И жить в гармонии с ним А еще речь идет не только о внешности Но и об эмоциональном состоянии Но говорят, что бодипозитивщики Все больше скатываются в идеологию Самооправдания, нытья и лицемерия Где же золотая середина Об отношении к пушистым ножкам И большим размерам Поговорим сегодня Это программа Чат девчат И мы ее ведущие Алена Сединина И Оля Найс Самое время представить наших уважаемых экспертов Которые сегодня будут помогать нам Разбираться в этой проблеме Поприветствуйте вместе с нами Барсек Барсигян Шоумен и ведущий мероприятия Ольга Бахрах Психолог и бьюти-коуч И Венера Ешлавская Диетолог Стиль ведущих от сервиса проката платьев Наталья Икравчук И конечно с нами на площадке работает стилист-визажист Анастасия И для нашей модели Александры Она приготовила макияж для яркого настроения Аплодисменты И прежде чем мы поприветствуем нашу первую героиню Хотелось бы посмотреть небольшой видеоматериал Подготовленный нашей редакцией Что же такое бодипозитив? Внимание на экран Бодипозитив Это социальное движение Целью которого является побудить людей Принимать тело других таким, какое оно есть Это общественное движение выступает под девизом «Мое тело, мое дело» Представители движения считают, что общество должно научиться принимать людей с лишним весом Цель движения – борьба против навязанных стандартов красоты При этом представители движения не предлагают отказаться от работы над собственным телом Но в случае, если это осознанное и добровольное решение человека В том объеме, который покажется ему необходимым и достаточным Бодипозитивисты стремятся выработать у людей позитивное отношение к телу А не бороться с патриархатом или с индустрией красоты Ну что ж, с определением бодипозитива мы разобрались Я такая, какая я есть Для нашей первой героини бодипозитив стал частью жизни Она довольна собой, своим телом и своей жизнью Как она к этому пришла, узнаем у нее подробнее Но после того, как посмотрим видеосюжет Внимание на экран! Сколько себя помню, наверное, творчеством занимаюсь всю свою жизнь Наверное, лет 14 играла в театре, 10 лет Снималась в различных шоу, снималась в клипах То есть постоянно все, что связано с творчеством, это прям вот мое Делаю картины из шерсти, техника шерстяная акварель Я открываю какие-то красивые картины и пытаюсь сделать их только шерстью Наверное, полностью принимать себя окончательно вот такой, какая есть Я начала, ну где-то год назад, когда я обучалась в Москве в модельной академии плюс-сайз Там были девушки и побольше меня гораздо У нас было и дефиле, и танцы Мы учились у стилистов, у визажистов, там очень-очень много разных было у нас предметов И действительно это того стоило Было интересно, насколько я могу чувствовать себя в другом формате Для меня бодипозитив — это, наверное, в первую очередь принятие себя Потому что люди на нас смотрят через призму того, каким мы себя ощущаем И как мы сами к себе относимся Если я отношусь к себе хорошо, я себя люблю в меру, так как человек должен себя любить То тогда, наверное, будут меня окружающие любить А если я с собой недовольна в любом весе и абсолютно с любой внешностью человек с собой недоволен То тогда и окружающие будут его таким же воспринимать Поэтому бодипозитив — это, наверное, любовь к себе и принимание таким, какой ты есть Наташа, пожалуйста Добрый день, Наталья! Расскажите, вот вы такая сияющая, глазки блестят, довольная собой Как вы пришли к бодипозитиву и что это определение значит для вас? Для меня бодипозитив — это, наверное, принцип жизни Очень важно сейчас в наше время принимать себя полностью таким, какой ты есть И нести этот свет, скажем, в массы Потому что очень много негатива сейчас и злости Кстати, Наташа, как часто вы слышите, что вы толстая? Я не слышу такого, честно Да, не слышу? То есть вам не говорят, тебе бы надо похудеть, детка? Ну, говорят, наверное, скорее те, кто, в принципе, кого самого сдувает ветром А с мужчинами из-за этого есть проблемы? Нет, вот как раз с мужчинами, потому что, наверное, я в форме, и есть за что подержать Проблем никогда не было А вам нравятся мужчины такие, как вы, или стройные, или, наверное, подкачанные? Ну, подкачанные, но не худые, такие в теле Тоже в теле? Когда ты с человеком общаешься Вот сколько вы сейчас весите? Я вешу где-то 75 Сейчас наоборот, вот тема модели плюс сайз, бодипозитив Это очень актуально, очень модно Ну, а пока не было модно Вот как вы реагировали на отношения окружающих людей, на ваши объемы? Честно говоря, никогда особо не реагировала Потому что не было ко мне какого-то определенного такого отношения Что, там, говорили, ты больше весишь, чем нужно Или у тебя какие-то размеры другие То есть, несмотря на то, что я в теле, у меня формы То есть я не квадратная, у меня есть талия, у меня есть грудь, бедра То есть все красиво сложено Спасибо маме Спасибо маме Дайте, пожалуйста, слово, микрофон, точнее, нашему звездному эксперту Шоумену Барсегу Барсегиану Скажите, пожалуйста, вот вы человек такой публичный весьма, да? Допустим Бываете на разных мероприятиях Вы вообще как, одинокий человек? Да То есть вы без пары? Да Подошли ли вы познакомиться с Наташей? Вообще, я не знаю, почему так напали Я видел, ну, по-моему, здесь все нормально, на самом деле Есть люди, у которых действительно проблемы Тут я проблем никаких не вижу Ну, никаких-то каких-то критичных Это прекрасная девушка, я никаких проблем здесь не вижу То есть вы как бы не против обменяться с Наташей телефонами? Наташа, вы как вообще состоите? Я свободная Свободная девушка То есть после программы Смотрите Вполне возможно, что у нас образуется новая пара Я, судя по критериям, не подхожу, понимаете? Нет, подхожу Подождите, Барсеги Вы стоите за Что ей нравится мужчина, в принципе, вашего типажа Такие подкачанные Спасибо Наталья, вам нравится Барсег? Да Барсег, вам нравится Наталья? Как женщина, да Горько! Горько! Но, знаете, что я вам скажу? Я же Арменин, мне нравятся все женщины Но все равно, мне кажется, Барсег тут как-то съехал немножко с темы У вас нет проблем со здоровьем из-за вашего лишнего веса? Вам не говорят такое врачи, что вам нужно похудеть? У вас большая нагрузка на сосуды, на сердце? Может быть, проблемы с сахаром? Такого никогда не бывало? Нет, слава богу, нет То есть вы счастливы в своем теле? Я счастлива полностью, да А давайте мы спросим у нашего диетолога Да, часто к вам обращаются такие девушки с пышными формами И уже с проблемами со здоровьем И что вы советуете им, чтобы похудеть и прийти в хорошую форму? Девушки с избыточным весом и с ожирением Это превалирующая часть моих пациентов Есть, конечно, и с дефицитом массы тела И я хочу сказать, что 100% выявляемость по анализам отклонений Не бывает пациента даже в молодом возрасте С избыточным весом и с ожирением Тем более без отклонений Если Наталья говорит, что у нее все в порядке Просто, возможно, она недообследована И вот насколько нашей героине нужно похудеть Чтобы стать более здоровой? Вот так, на глаз Я не могу сказать на вскидку Потому что мне нужно учитывать массу тела То есть соотношение веса и роста хотя бы, как минимум Ну, давайте формулу эту вычислим Какой ваш рост? 156 156, а вес? Ну, где-то 75 75 Так, что нам нужно сделать? Это будет очень грубо, если по росту и весу Хотя бы 100 минус рост Тогда 56 То есть 20 килограмм чеков нужно бы скинуть, да? Хотя бы, да, минимум Но еще я могу посоветовать Наталья, вы как бы вообще по этому поводу? Нет, я не собираюсь Вам комфортно? У меня в полусе все устраивает А если все-таки начнутся проблемы? Ну, вот когда начнутся, тогда уже будем думать Хороший Аплодисменты, хорошая позиция То есть вам не говорили такого, что Наташ, ты не забеременеешь, потому что у тебя вот есть какие-то проблемы? Нет, нет, не говорили Такого не было А вы вообще ходите, да? Я, конечно, обращаюсь каждые полгода Хожу в поликлинику, проверяюсь полностью Прохожу обследование Вот, и как бы Ну, говорят врачи, что хорошо бы Но нет каких-то таких четких рамок Что вот если ты не похудеешь, то все То есть вы, наверное, хорошо питаетесь, у вас богатый рацион, полезными витаминами Я очень люблю овощи Овощи, вы много кушаете овощи? Да, я очень люблю овощи, да А что еще? Вот давайте, что, обед, ужин, завтрак? Обед? Ну, у меня абсолютно разнообразный рацион, я единственная к морепродуктам равнодушно отношусь Ну, то есть у вас нет в рационе фастфуда? А, фастфуда, ну, я крайне редко ем фастфуд Какой ваш максимальный вес, который вы достигали вообще в своей жизни? Ну, вот, наверное, сейчас максимальный А вы хотите больше? Нет, больше я не хочу А если будет? Ну, будет Если меня будет не устраивать, я тогда скину до того веса, который меня начнет устраивать Ален, я думаю, что самое время пригласить к нам следующую героиню Но перед этим мы посмотрим про нее видеоролик Внимание на экран Спортом я занимаюсь всю жизнь Просто никогда, наверное, не занималась им настолько профессионально, как сейчас Не было культа питания у меня Не было понимания, что такое правильное питание А от этого зависит 80% успеха Поэтому сейчас все в режиме, все в норме И действительно есть результат только благодаря тому, что все в комплексе Я всегда была такой пышечкой, можно сказать И когда-то просто решила, что я могу изменить себя Я могу стать лучшей версией себя Тренируюсь я через день В среднем это 3-4 раза в неделю Силовые тренировки, кардио У меня были разные периоды в жизни Это были и бешеные сушки Какие-то колоссальные потери веса Скачки, ненормированное питание, гормональные сбои Но я считаю, что это все не нужно Конечно же, нужна золотая середина Как и в любом виде спорта, в любой деятельности И с крайности в крайности не нужно прыгать Я считаю, что нужно просто нормализовать свой рацион Забалансировано питаться, тренироваться все в режиме Чтобы это было гармонично все и просто в удовольствии Я считаю, что девушки, которые поддерживают течение бодипозитив Просто ленивые девочки Которые не хотят менять свою жизнь к лучшему Не хотят совершенствоваться И понимать, что жизнь станет в красивом теле намного успешнее И красивее, комфортнее Анна, пожалуйста То есть вы считаете, что вы выглядите намного лучше Чувствуете себя намного прекраснее, чем наша героиня Наташа Много уверения, однозначно То есть, как вы сказали в вашем видеоролике Это ленивый человек, который, не знаю, не уверен в себе или как? Она может быть уверена в себе, но то, что лень присутствует, это однозначно Какой максимальный вес был у вас? 67 килограммов А минимальный? Минимальный? 54 Это были соревнования по фитнес-бикини Сейчас я в гармонии также, но нашла свою золотую середину Ань, ну от того, что вы производите над своим организмом вот такие вот сушки, да? Такие тренировки Это же тоже сказывается? Сушки нет, тренировки Тоже сказывается на здоровье? Ну, только в положительную сторону Сушка это плохо Ну, вот, например, вы участвуете, да, в каких-то соревнованиях? Конечно Вы сушитесь, правильно? Вы вводите всю оставшуюся воду? Это было раньше, нет Это было раньше А вот раньше вы не боялись, что, вот, изнуряя такими Сначала не было этого понимания, потом, когда оно пришло, я понимала, что это вредно И поэтому я перестала выступать в категории «Ютнес-бикини» Хорошо, а что вы можете порекомендовать Наташе? И вообще, что вы можете сказать об этой ситуации? А какой ситуации? Наташа, помимо того, что человек отчасти ленив, я думаю, что дело еще не во внешней красоте Вы очень красивая женщина Я считаю, что еще дело в здоровье однозначно То есть процент жира сейчас у Натали превышает норму однозначно Наташа, вас назвали только что ленивой задницей Ну, у каждого человека свое мнение Поэтому я тоже могу сказать, что девушка, если занимается спортом так часто, как она рассказывает То можно было все-таки быть еще немного постройнее Барсек, вы догадываетесь, что мы хотим у вас спросить? Что? Ну, какая же из девушек-то? Я не могу сказать, что женщины нравятся Нет, смотрите, я хочу сказать вот что Вот, правильно сказали, что спортивные девушки — это не 40-килограммовые худышки, да? Они занимаются спортом, они пьют добавки Они наращивают мышечную массу, они увеличивают ее там, где надо То есть они тоже не худышки Они просто занимаются здоровым образом жизни Спортом и здоровым образом жизни Вы поддерживаете? Вам тоже можно, в принципе, вы познакомьтесь Я думаю, вам понравится Надо только начать Это засасывает Мы сейчас говорим, бодипозитив — это вообще очень обширное понятие То есть девушки... Не только вес Не только вес, это касается и... Растительность за собой Растительность Встречаете вы на вечеринке девушку И тут, значит, все случается И тут на тебе, волосатая хоба, нога Это отдельная тема Когда я встречаю девушек, которые говорят Я не буду там брить, допустим, вот здесь в области, да? Потому что я там феминистка, допустим Я говорю, ну я-то брею Почему я это делаю? Потому что вы не феминистка Почему? Это не зависит от женщины или мужчины Это зависит от личной гигиены Это, ну, нормально делать И, то есть, вот это уже другой разговор Это уже к психологу, кстати, мне кажется, можно сходить А насчет тела Если человеку комфортно Это бодипозитив Ну, в его понимании Мне так хорошо Мне не было хорошо Толстым, я стал немножко похудее Вот и все Тоже, заметьте, что не худышка Спортивная, красивая девушка Тоже Поэтому мы не говорим про нездоровую сушку Кстати, которую вы упомянули Профессиональный бодибилдинг, допустим, да? Это очень, крайне опасно для здоровья Это знают все И все, кто этим занимается, они знают это Они знают, что это будет пагубно влиять на их здоровье Но это их спорт, это их хобби Барсек И все-таки Кого же вы выберете? Алена, подожди А вот это мы узнаем Всех четверых девчонок А вот это мы узнаем после небольшой рекламы Здоровым через здоровый дух однозначно Алена, дрыжь Золотая середина Это здоровье души, здоровье тела Смогли ли бы вы связать свою судьбу с человеком бодипозитивным? Ну что ж, Барсек все-таки сказал, что выбрал всех нас И мне кажется, нам надо теперь открывать новую передачу За сердце Барсека будут драться все присутствующие здесь девушки Ну а пока давайте передадим слово нашему диетологу Я бы хотела высказаться несколько в пользу бодипозитива В том отношении, что есть в этом и положительная черта Потому что здоровье это еще и духовное равновесие Не только отсутствие болезней Умение восприятия себя Это также положительная сторона Потому что многие девушки, имея нормальную массу тела Или даже пониженную, искаженно себя воспринимают Это ведет, к сожалению, к пагубным последствиям И даже к смертельным случаям Такие случаи, как анорексия Нередкое явление в современности Поэтому что-то есть в этом позитивное Если вот этот элемент аутотренинга Включить в программу здорового образа жизни Это будет просто замечательно Ань, ну вот мы узнали, что у Наташи сейчас нет молодого человека Как у вас обстоят дела на личном любовном фронте? Тоже его нет Тоже его нет, потому что вы самовлюбленная эгоистка? Нет, просто так получилось У вас был молодой человек? Да, конечно А друзья у вас есть? Конечно есть Много? Много очень То есть вы собираетесь в компанию? Вас не отрицают? Куда не говорят, знаешь, что Аня Меня любят очень Потому что многих своих друзей я смотивировала Стать лучше, правильно питаться Потому что здоровый рацион – это вообще принцип мой такой жизненный Я считаю, что здоровый через здоровый дух однозначно Правильное питание, регулярные тренировки – это только польза Это здоровье, это… Но вы сейчас посвящаете жизнь, получается, самой себе Ну а когда же появится этот принц на белом коне? Каким он должен быть? Смогли ли бы вы связать свою судьбу с человеком, буди позитивным? Если это хороший был человек, мой человек, я бы смогла связать, но на тренировочке он бы пришел ко мне Вот кстати, Анна, вы, я так поняла, много времени уделяете своему телу? Конечно, я фитнес-тренер Фитнес-тренер А как вам такая идея, если вам придется это время променять на любимого человека? Вы сможете уйти? Я думаю, что это невзаимозаменяемые вещи То есть нет? Все нужно совмещать, однозначно Можно совмещать и нужно Мне кажется, что у Ани нет такой какой-то золотой середины, да? То есть… Просто я обвижу человека, девушку, которая, ну, прекрасно выглядите, которая уделяет время только себе То есть это самолюбование, вам же нравится ваше тело, правильно? Конечно Она думает только о том, как выглядеть, ну, помогает другим людям А почему вы думаете, что я только в этом думаю? Вот, ну вы восхищаетесь собой Аня, о чем вы еще думаете? Мне кажется, вот поэтому у вас и не хватает времени, чтобы найти другого молодого человека Он мне обпечет торты прекрасные, да? Да, ну не ем Да Вы их продаете? Да То есть вы хотите, чтобы все вокруг были толстые? Конечно А я бы, я же говорю, с вами определено, на счетом любования Анатолия, а как у вас личная жизнь вообще все обстоит? С поиском партнеров? Сейчас его нет, мы так поняли, да? Сейчас нет, но как бы поклонников у меня всегда было много и есть много, да Но, к сожалению, нет сейчас того, кто мог бы заинтересоваться Вот уже один тоже нашелся А, ну один уже нашелся, да Ну он интересовался всеми Так они какой формы? Это тоже бодипозитивчики, такие же, как вы, или... Не обязательно, но самое главное, чтобы человек себя уверенно чувствовал и нес действительно позитив Вот, знаете, бывают такие пары, когда девушка такая пышная, как вы, а молодой человек более стройненький, знаете Ну, много таких пар Алена, дрыщ Дрыщей не люблю В общем, пушка и дрищ Если с вами случится такая история Не случалось Не случалось А если случится? Ну, если случится, буду откармливать То есть... Тортиками, тортиками Анны Буду Анну покупать тортики, это хорошо Хорошо, Аня, а каких вы парней любите? Вот прям ваш... Ну, идеала нет, однозначно Уверенный в себе, с чувством юмора Прям вот таких люблю Военных люблю Ну, а вот, смотрите, вы говорите, что человек попадется, вы его там, например, будете тренировать А если вот вам попадется такой среднестатистический мужичок Ну, вот, значит, если это любовь, то сердце не прикажешь Будете тоже его тренировать и эмоционально, и морально, и физически Ну, в любом случае, есть какой-то образ уже сформированный человека Который мог бы понравиться однозначно У каждой девушки, я думаю, есть такой образ Это не должен быть принц на белом Лексусе Ну, было бы неплохо Вот, поэтому я думаю, что душой нужно думать здесь Облик не так важен А вот наш звездный эксперт Как он? У меня нет белого Лексуса, кстати Давайте послушаем истории из зала У нас в гостях Юлия Да, из-за своей необычной внешности Я знаю, что Юлия теперь гуляет исключительно с перцовым баллончиком Это так? Дело в том, что мой внешний вид Это не основополагающая причина данных действий Поскольку люди сейчас пошли достаточно неадекватные А так как я любитель погулять ночами Поездить автостопом Он всегда со мной И более того, ножик бабочка В дальнейшем шокер А вам приходилось этим пользоваться? Приходилось, к сожалению Но не в ситуациях автостопа Или каких-то нападениях А скорее Ну В общем, приходилось По делу Но ничего такого со мной не случалось Чтобы могло Хорошо, но вы считаете себя Бодипозитивным человеком Я не поддерживаю бодипозитив К сожалению или к счастью Я принимаю это Я понимаю, что любое мнение Явление и проявление себя Имеет место быть И не отрицаю его Уважаю Но не поддерживаю Вот За полгода Более чем полгода Жизни в столице А Россия потом в культурной нашей столице Я поправилась на 13 килограмм То есть такой толстой Я никогда в своей жизни не была Это очень дискомфортно Поэтому для меня лично удивительно Что вот девушка говорит Ну, у меня нет никаких проблем Я не знаю Вот я, допустим, хожу каждый день в горы Я спускаюсь с горы Закупаю продукты Или делаю свои дела И поднимаюсь обратно И этот вес Мне доставляет дискомфорт Это нагрузка на сердце На те же сосуды Да, это дышка Это неповоротливость То есть, допустим Паза прошлой зимой Я весила 48 килограмм При росте метр 75 Вот И мне было достаточно таких комфортно А сейчас я вешу Ну, намного больше Юлия, вот Бодипозитив Можно трактовать по-разному Это восприятие себя Такой, какая я есть Вот вы поменяли Свою внешность Сами же, правильно? Это ваш выбор Вот у вас Такие многочисленные Датуировки Причем в прямом смысле Вот видите Вы принимаете себя Такой, какая вы есть Можно, пожалуйста Слово психологу? Скажите, пожалуйста Ну, где же все-таки Эта золотая середина? Правильно быть Вот Бодипозитивным Любить тебя Себя таким, какой ты есть Или все-таки Делать какие-то усилия И Работать над собой И подражать навязанным стандартам Общества и глянцевых журналов Вот Подражать стандартам В любом случае Для человека Это Нездоровый вариант Развития его Жизненных событий Общество нарциссическое К сожалению Или к счастью Тут кому как Повезло в этом варианте Поэтому Золотая середина Это здоровье души Здоровье тела Это принцип, которого придерживаюсь я Вообще Во всей своей работе Будь то бьюти-коучинг Будь то психология И из этого принципа Мы исходим Если человеку комфортно В этом теле Он здоров Он себя прекрасно чувствует Он в принципе И не придет даже к психологу И там Решать какие-то проблемы Со внешностью Но если уж он пришел То тогда давайте разбираться В чем причина Спасибо Барсек Ну что скажете Насчет Насчет всей ситуации С татуировками Да Мне интересно Да Вот у нас Понимаете Перед вами Разные девушки Бодипозитивная Наташа Фитнес Красняшка Анна И вот такая вот Интересная девушка Без бюстгальтера Без бюстгальтера Да Скажем так Какие-то инстинкты Отсутствие бюстгальтера Да Привлекают Я видела Я заметила Кстати Как мы смотрели в эту сторону Если Если думать Если думать Все-таки Немножко глубже То конечно же Я как раз Хотел добавить На самом деле Про племена Вы так начали Про татуировки Племена Вот В океане Можешь В Новую Гвинею И там За своего Вполне Сойдешь Нет Круто Но у меня Ни одной нету У меня ни одной Нету татуировки Значит Я в принципе Против Но я не против Видеть их На других людей И на своей Девушке У меня была Девушка У которой было Много татуировок Но вы расстались Ключевое слово Была Вы чего Я что В армянскую семью Приведу девочку С татуировками Вы наш Вот так Ты Ее Не использовал Нет Ну Любые девушки Прекрасны С татуировками Тоже Почему нет Смотрите в глаза Смотрите в глаза Пожалуйста Отводите взгляд Отвольте взгляд Отвольте взгляд Я знаю что у нас Есть еще одна история В зале Правильно Девушка Которая похудела Анастасия На очень много Килограммов Наська Расскажите Свою историю Ну я худела Потому что Вообще Вот я просто была В школе Это девятый класс И как раз Было время Когда мода Вот этих Анорексичек Всех И я тоже решила Что мне тоже нужно Худеть И там И 30 дней Не ела И там Шоколадная диета Какая-то И постоянные тренировки И там Выход Ну вышло Что я вешу 40 Это ваш минимальный вес 40 килограммов Да Вот Это нереально А при росте Настя Какой у вас рост Метр шестьдесят Ну я думаю Это очень мало Это страшно Очень мало Очень мало То есть Вам не поставили диагноз Прям такой страшный Анорексия Нет Потому что Вы не были у врача Нет Я не хожу к ним Вы не были у врача Ну и как Вы потом возвращались Как вы подняли Во-первых Что это ненормально Это ту матч Уже для ребенка В омороке Просто начала Как бы падать Часто В омороке Начала падать Ну то есть Сначала там На докладе На уроке физики Упала Потом В универе Упала В оморок Ну и вот так вот Потом Потом пошло Правильное питание Тренировки Ну как бы Правильное питание Тоже на самом деле Ни к чему не приводит Потому что Если начинается Все с каких-то диет То проблема с едой Она остается всегда То есть Ты никогда Не подружишься с ней Все Ты вот Это твой враг Можно комментарий Диетолога нашего Вот что вы можете сказать По такой истории Когда девочки Себя изнуряют Ужасными диетами Просто не кушают И потом чуть ли не умирают Причем абсолютно без присмотра Это непрофессионально И это даже опасно Для здоровья Для жизни И вообще Ну нередкая история И чаще всего Это и происходит Без присмотра И в подростковом Таком нестабильном возрасте Когда нет определенных критериев Каким ты хочешь стать Для чего тебе это нужно И Я хочу похвалить героиню За то что она вышла Самостоятельно Из этой ситуации Потому что чаще всего Это требует уже Профессионального вмешательства Лечения в стационаре Конечно же Это крайность И ни в коем случае Не нужно в это входить И к сожалению Несколько лет назад Еще не было Такой активной пропаганды Принципов правильного питания Почему-то это не было Так на слуху Наяву Не было так много информации По тренировкам И по питанию И были такие случаи Сейчас информации Очень много Но все-таки Я советую Профессиональную помощь В борьбе с лишним весом Если он есть И особенно У пациентов с анорексией И тем более Профессиональное вмешательство Просто необходимо Отчасти Девушка права в том Что контроля с питанием Нет практически до конца жизни Но есть определенные люди Которые Учатся этому И могут быть на ты с едой Борят свои неправильные Пищевые привычки Но все-таки Нужно в комплексе С психиатром Либо с психологом Решать эту проблему И возможно Более глубже Подойти к этому Сделать генетические тесты На переносимость продуктов Для того Чтобы знать Что тебе можно И что нельзя И до конца жизни Следовать этому рациону И определенным Психологическим установкам Спасибо большое Ну а мы продолжим Общаться с Анастасией После небольшой паузы Избыточный вес И ожирение Это уже фактор У меня кость в носу Но никто не видит Что у меня Большой живот Что она похудела До 40 килограммов Мы вернулись После небольшой паузы И прямо сейчас Давайте узнаем Что же скажет психолог По поводу ситуации Насти Я напомню Что она похудела До 40 килограммов И еле как Выкарабкалась Из этой ситуации На самом деле Проблема действительно Здесь лежит В области психологии Если даже не психиатрии Ну больше наверное Все таки нужно Работать психологом Сначала В таком случае Да То есть в данном случае Девушка все таки Вышла из этого состояния И решила эту проблему Но в чем смысл Происходит такое Некоторое замещение Потребность которая Например в детстве Часто девочке Приходится соответствовать Ожиданиям Вот она привыкла Что к чьим-то там Родительским Социума Да на первых Там первые классы Например Потом происходит Что взросление Пубертат И начинается Новое соответствие То есть она уже привыкла То есть проблема Там где-то в детстве И соответственно Уже потом Вот это похудение Оно становится Не столько Скажем так Мотивом Да Оно становится Прямо самой целью Похудение Ради похудения Не ради даже того Чтобы было Красиво Там хорошо Уже даже не ради Ну принятия Больше в таком состоянии Это такое Бессознательное Что движет Человеком В данной ситуации Вот А именно Цель похудеть Ради похудения Это я не такая Как все Да То есть Большинство людей Они все-таки Не полные Да Я хочу быть лучше По какой-то причине Девушка Например Которая страдает Анорексией нервной Она хочет быть лучше Для чего-то Опять же Корни ищем Психологические Детские Ну как правило Да Мы все родом Из детства Очень много травм И таких вещей Идут из детства Можно пожалуйста Микрофон Насти Еще хотелось бы Чтобы она договорила Как вы все-таки Вернулись К тому весу Который у вас есть сейчас И не было ли Допустим Перебора Что вот от 40 килограммов Вы вернулись Там 80 Мне 80 не было Было 60 Как бы просто Есть начала Все А вы не хотите Например Там вот Подкачаться Стать такой Как Анна наша Я вот Поддерживаю А похудеть Наоборот Нет Зачем А чего вы хотите Ну я ничего не хочу То есть вы приняли Себя такой Какая я есть Да Вот Яркий представитель Путь позитив Все Ладно Я думаю Что надо уточнить Что на самом деле Вот Настя Она оказалась Жертвой Вот этой Модной индустрии Потому что Когда ты смотришь На картинку В журнале Она уже отфотошоплена Красивая Идеальная Идеальная Да Но на самом деле В жизни так не бывает Потому что Модель Где-то у нее там Лишняя Есть складка Лишний целлюлит И все это Грамотно Убирает Профессиональный Фотограф Наталья Признавайтесь А вы на фотографиях Себя фотошопите Я применяю Какие-нибудь Фильтры Для яркости И так далее Вы же не всегда Купальники Я фотографируюсь Да На море В открытой одежде Да Есть у меня фотографии В купальнике И прекрасно Мужчины Очень-очень Очень-очень Прекрасно Реагируют Ну вы смотрите Там Сели вы куда-нибудь И говорите Сфотографируй меня Вы смотрите А там у меня Складка Или как-то Неправильно села Что я больше чем Там Все остальное вокруг Не было такого никогда Ну если мне не нравится Я просто Перефотографируюсь То есть у вас не было желания Психануть И все Я худею Тем более Мне кажется Что вы думали об этом Наверняка Размышляли об этом Да Что вот Все-таки Может сесть Год назад Я окончила Модельную академию Плюс Сайз В Москве Вот И туда поехала По приглашению Диляры Лариной Это известная Очень модель Плюс Сайз В России И для зарубежного Глянца Она снималась Также Вот я по ее Приглашению Поехала Потому что Ну как бы Она увидела Фотографии Оценила И пригласила То есть она говорит Что ты бы То есть получается Что вы зарабатываете Деньги Тем что вот Я являетесь Хобби Моделью Но вам платят За это деньги? Ну платят конечно То есть получается Вы ради гонораров Жертвуете? Нет Как раз таки Мое восприятие себя Совпадает С вашим хобби С моим хобби Да Когда вы пришли К этому пониманию? В детстве В подростковом возрасте Это очень опасный Такой период Когда Вас могут обзывать Даже Было такое? Ну скорее Наверное В школе Были какие-то У меня Может быть Комплексы Больше из-за роста Мне казалось Что я маленькая Вот А в старших классах Уже Я себя таковой Не считала Потому что Мне наоборот Нравилось Что я маленькая Аня Аня Ну вот Вы тоже Были Пышечкой Да Как мы поняли Конечно Вы захотели Ну не настолько Как Наталья Но По вашему мнению Да По моему мнению Да Были какие-то Тоже в школе Или в университете Случаи Когда вас Вот обижали И вы решили Прям доказать Всего мира Нет Не было Мне тоже Я однозначно Любила себя Я была всегда Уверена в себе И до сих пор Люди Которые встречают Меня говорят Что я поменялась То есть Многие даже Этого не замечают Что я изменилась Но вы сейчас Находитесь В самом комфортном Состоянии И худеть Пока не хотите Нет Потому что Мне все устраивает Я в гармонии Дорогие дамы А вот Вы бы не хотели Набить себе Такие же татуировки Как у нашей Героини Из зала Юлии Ну или Например Вот что-то такое Я точно Нет Я в принципе За то Чтобы тело Оставалось чистым У меня Чистый бодипозит Вот да Был такой вопрос К нашей героине Наташи Потому что Я очень много Видела женщин Которые полные Они идут по улице И у них татуировки То есть Вот она Вот этой татуировкой Пытается Вот Скрыть То ли скрыть То ли Влечь То ли что Вот психолог Что-то скажет По этому поводу То есть Такие люди Которые Допустим Вот недовольны Своей внешностью И они Не начинают худеть А начинают Наоборот Там вот себе Делать татуировки Проколоть Яркую внешность Перевести взгляд На другое Как это вообще Можно объяснить У меня кость в носу Но никто не видит Что у меня Большой живот На самом деле Нужно непосредственно Нужно непосредственно Наталья Спрашивать Какая она была Вообще Как она сейчас Себя чувствует Просто я В данном случае Проблему не вижу Пока ее Не озвучили Какая есть проблема И там уже Соответственно И поиск Решения И все-таки Причины Первопричины Ну Я так вижу Что проблем здесь нет Потому что Наташа Чувствует себя Прекрасно Говорят Знаете Что подарить Человеку В леопардовых лосинах Если чувство стиля У него уже есть Красно Однозначно Люди С лишним весом Они защищаются Таким способом Я считаю Наташа У вас есть леопардовые лосины? Нет Дайте слово Барсего Пожалуйста У вас есть леопардовые лосины? У меня Леопардовых лосин Нет Это плохо Может быть Ладно Нет На самом деле На самом деле Есть Есть Но не мои Можно так? Можно Так Что? 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 Дайте пожалуйста Передать Да? Конечно Без проблем Я переду это вам Да Я считаю Что проблема Есть И она очевидна И мы просто Закрываем на нее глаза Избыточный вес И ожирение Это уже Фактор риска То есть Это уже проблема Это фактор Риска Развития в будущем Инсультов Инфарктов Сердечно-сосудистых Других заболеваний Сахарного диабета Кто к чему предрасположен И как будет к этому идти То есть Люди с ожирением Уже сидят на Бомбе То есть Вы хотите сказать А вы А вы такая счастливая В своем теле Хобби пропадет Что делать? Ну Если будет стоять здоровье На кону Конечно Буду худеть Мне интересно Можно еще слово Диетологу Пожалуйста Вот Если Наташа Похудеет Умеет ли кожа Назад Вот Стягиваться Как это сказать По-научному Приходить в форму Назад Собраться То есть Возможно это Без всяких Вмешательств Хирургических И тому подобное В молодом возрасте Резервы больше Но Есть такое понятие Как предрасположенность У кого-то кожа содержит Меньше коллагена То есть Меньше способности Растягиваться У кого-то больше И поэтому И растяжки Во время беременности И насколько человек Быстро соберется В период похудения Это Так скажем Вопрос большой И имеет значение Также скорость Потери массы тела Особенно скорость Потери мышечной массы Которой В принципе Не должно быть Должна быть потеря Только жировой массы И излишка жидкости Поэтому Вполне возможно Учитывая молодой возраст Что скорее всего Все подтянется Если правильно худеть Ну и как под итог Можно как под итог Слово барсегу Оставьте пожалуйста Микрофон Я хотела сказать Оставьте телефон Скажите пожалуйста Есть такое Общепринятое мнение Что Как это говорят Мужчины Не собаки На кости Не бросаются Вот давайте Вот давайте Уже прям Сделаем Такой под итог Как настоящий Армянский Мужчина Который любит Тосты Мясо И вино Давайте Смотрите Везде Должна быть Золотая середина Не может быть Человек Вы капитан Очевидность Ну так никто Ж не сказал Девчонки Вам надо Познакомиться Вы тортики Вместе будете Кушать Заниматься Будет идеально И вообще У вас нету парня У вас нету парня Сейчас мы выпустим В город Кто первый с мужиком Придет Тот и победил Правильно Будь позитив Или Правильное питание Я думаю Что надо еще Выпустить Нашу модель Итак Мы приглашаем К нам Нашего визажиста И модель Александру Проходите Вот я смотрю На Александру И у меня уже Настроение поднялось Это здорово Рассказывайте Что вы сделали С макияжем Такой На самом деле Любой Грамотный макияж Поднимет Настроение Девушки Но мы Использовали Очень-очень Смелое Сочетание Золотистого И фиолетового Макияжа Глаз Мне кажется Получилось Потрясающе Очень ярко Спасибо большое Мы благодарим Наших героев И экспертов Спасибо Что пришли И поделились С нами Своими историями И мнениями Ну а мы В свою очередь Пожелаем Всем Кто сегодня В студии И нашим телезрителям Принимать себя Такими Какие вы есть Это был Чат Девчат Увидимся Аплодисменты Спасибо Спасибо Субтитры